Всем привет! Я продолжаю заниматься обшивкой домосайдингом и сейчас настало время сделать самую сложную часть этой работы. Это обшивку фасада. Я на самом деле не хотел изначально снимать всю обшивку деревянную, старую вагонку, но потом то, что вы видите на экране, заставило переменить меня свое мнение. А то, что вы сейчас увидели, это есть не что иное, как крысиные и мышиные гнезда. Это как раз камень в огород фанатов дышащих конструкций, ввиду того, что примыкание бревен неплотное, плохая конопатка, плюс бревна растресканные, и это позволяет внутреннему воздуху зимой в доме выходить с такой интенсивностью из помещения, что достаточно, чтобы обогревать норы и сооружения мышей и крыс за стеной. То есть были никакие морозы, им там не страшны, из щелей между бревнами поступает достаточно тепла, чтобы там спокойно и комфортно жить. Я, конечно, понимаю, что есть много людей, которые мечтают жить вокруг печки, а чтобы на стенах их срубы рос иний, но я не отношусь к этому числу, поэтому я все-таки стараюсь делать и новые строения, чтобы они были в первую очередь теплыми, чтобы не было возможности замерзнуть и постоянно топить печку, потому что дрова нынче тоже в цене, нельзя просто так взять и пойти в лес и напилить их себе сколько угодно, как это можно было сделать раньше, там тайком, но здесь за все приходится платить деньги, поэтому все-таки желательно строить строение с учетом того, что это все-таки средство разорения, а не средство зарабатывания денег. Ну что, обшивку снял, докуда можно было с низкой лестницы дотянуться. Сейчас возьму лестницу побольше и сниму верхний вот этот водоотлив на фасаде, который классический был, чтобы отводить воду от деревянных окон, поскольку здесь это будет не требоваться и нам он не нравится, у нас будет здесь все зашито, как я уже говорил, просто одной сплошной стеной. Ну что ж, продолжаем демонтаж лепнины. Как вы уже могли заметить до этого, все доски, которые я отсюда снимаю, я, конечно же, не выкидываю, только если они не чрезмерно гнилые или все испещрены гвоздями, как ежики, поэтому я все эти доски пилю на дрова, потому что смешно было бы выкидывать материал, а потом, как я уже сказал, покупать дрова за деньги, когда можно напилить себе половину дровника, особенно после того, как я уже говорил, нам надо разобрать задний сарай, а там дров будет немерено, на один отопительный сезон точно хватит. Единственное, что, конечно, это намного дольше, причем существенно дольше, наверное, больше 50% времени занимает именно переработка всех этих конструкций, распиловка, кое-где вынимание гвоздей, но зато сразу же нет мусора и не надо думать, куда это все девать. Понятно, что гнилое можно засунуть еще в компостную кучу, но если я буду в компостной куче засовывать все эти доски, то никаких компостных куч, конечно, у меня не хватит. Самое грязное во всей этой работе, это работа как раз с дранкой, потому что до этого тоже, когда укладывал шифер, все было в дранке, когда мы восстанавливали гидроизоляцию на сарай, там тоже все было в дранке, это жутко много грязи, она вовсюду летит, она уже старая, она вся ломкая, разваливается и куча в ней еще дополнительно мусора. И плюс, когда ее начинаешь пилить, маленькие щепочки разлетаются просто во все стороны. И можно, как обычно, напороться на гвоздь, поэтому цепь я уже точил несколько раз. Все, разобрал я полностью, получается, верхний этот слив с шифером. Уже верхние доски буду снимать потом, сначала надо будет сделать здесь строительные леса. Но первоначально надо выровнять высоту окон, потому что все три окна с фасада, они расположены на разной высоте. Так вот смонтированы они были здесь, меня не было, когда это все монтировалось. Ну и изначально, когда мы сюда переезжали, мозгов тоже особо много не было. Так что получилось так, как есть. Сейчас покажу, насколько они все разные. Вот, получается, я отбил горизонт здесь по лазерному уровню. Если среднее окно, оно ниже всего на пару сантиметров, это можно в целом исправить, просто уменьшив пенный шов, то последнее окно, разница у него с первым, получается, в 7 сантиметров. Здесь надо будет что-то придумывать. Сейчас я этот блок отсюда демонтирую и буду смотреть вообще, что можно здесь делать. Чтобы это все более-менее как-то туда наверх утянуть. Мне на самом деле очень повезло, что здесь человеческие сделаны подвесы для окон. Они такие, которые продаются в Хозмаге, потому что они все-таки снимаются. Сейчас я покажу, как это легко делается. Получается, отгибается усик. И затем уже монтировка, и он легко вынимается из окна из самого. А потом это все обратно выгибается. О, все, отстегнул. Сейчас отстегнул, получается, все. Потому что у меня были окна такие иногда, что они закручены насквозь саморезом, и все. И это только отпиливать болгаркой. Потом уже это дополнительно второй раз не использовать. Приходится новые подвесы делать. Это, конечно, не очень удобно. Эти можно просто отсюда отщелкнуть. Я уже был готов сеять хаос и разрушение внутри помещения. Потому что обрешетка, на которой у нас прикручен гипсокартон, завязана с окосячкой окна. Но, к счастью, для меня получилось у меня впоследствии демонтировать оконный блок. И все с ним связанное, не разрушая половину стены внутри помещения. Что очень даже хорошо. Потому что работы по ремонту в этой комнате у нас запланированы, как обычно, на зиму. И не хотелось сейчас еще месяца 4-5 жить с дырами в гипсокартоне. Поэтому хорошо, что получилось обойтись малой кровью. Я только разломал немножко гипсокартона, чтобы снять, вытащить подвесы, открутить от окон. Но это за занавеской сейчас не особо бросается в глаза. Как видите, здесь исполнение оконного проема классическое. Это толстые бревна. Точнее, можно назвать их уже досками или лафетиной. Примерно с течением 400-450 мм. И из них целиком вырезан блок, который запилен под то, чтобы вставляться в бревна. И это целиком все вставляется еще на этапе укладывания сруба сюда. Потому что там, в этой доске, еще сделан замок для промежуточных бревен. И поэтому эту конструкцию я отсюда не захотел вынимать. Потому что и так все на соплях там держится. Так что решил просто поднять верхнюю балку, так назовем ее оконную. А этих 7 см недостаточно для того, чтобы она вышла из зацепления. Но достаточно для того, чтобы сюда свободно вставить оконный блок. Поэтому я подпиливаю сейчас верхнее бревно. Чтобы у меня было там достаточно места, это все скалываю. И впоследствии будет очень удобно это все поднять. А остальное я все заделаю и за конопачу уже монтажной пеной. На самом деле меня глубоко терзает этот вопрос, почему это окно настолько просажено относительно других. Потому что на этапе строительства ведь это запросто можно проконтролировать, просто натянув нитку. Но здесь уже что есть, то есть. Это окно 7 см разницы со следующим, которое буквально в 80 см находится рядом. И даже визуально видно, что оно установлено не так, как надо. Ну, ладно, дело поправимое. Потом под обшивкой все это будет смотреться органично. Все будет на одной высоте и одного размера. Как видите, технику безопасности я соблюдаю. Филю без очков и хожу по лестнице в шлепках. Поэтому советую вам тоже так делать. Ну ладно, это шутка, конечно. Советую вам так не делать, но все обошлось. Ладно уж, потом я все-таки надел очки. Но тапки у меня остались, как и прежде. Обратно устанавливаю те же самые подвесы, что были в окне. Но, к сожалению, я в начале ролика вам сказал, как хорошо, что они здесь были установлены. Однако же они были установлены неподходящие для этого оконного блока. И когда ты устанавливаешь эти подвесы, они просто там дырки прям проламывают в боковых пазах. То есть размер этого оконного блока и этого паза не соответствует размеру этого подвеса. Ну ладно, ничего. Там оно проломалось и хорошо в итоге встало. Если быть честным, на самом деле можно было здесь вообще подвесов не использовать, а просто там наживить, закрепить и повесить все на одну пену. Потому что это окно с той стороны прижимается, получается, внутренней обрешеткой. А с внешней стороны оно у меня все будет прижато деревянной наружней обрешеткой. И оно, естественно, никаких ветровых нагрузок, которые способны будут его деформировать или выдавить внутрь или наружу, испытывать не будет, потому что оно будет плотно зажато со всех сторон. Ну что, осталось дело за малым. Запенить все швы. Предварительно их надо сбрызгивать для лучшей адгезии водой. И одного баллона мне в этот раз хватило на то, чтобы запенить два окна. А тем не менее, при установке новых окон мне хватило одного баллона на три огромных окна. Здесь все-таки расход получился побольше. Все, наконец-то я все закончил. До дождя как раз успел, но все получилось на одной высоте. Сразу уже визуально стало намного лучше. Даже еще, несмотря на то, что ничего не обшито и все тут разномастное, пену везде раскорячило. Но в любом случае, перепад в 7 см между крайними окнами, это крайне большой перепад. И его надо было исправить, потому что, когда будут параллельные линии сайдинга, это будет очень заметно. У центрального окна был некачественный стеклопакет. Туда проникал воздух, и оно все изнутри заплесневело и запотело. Я уже заказал новое стекло. Через недельку, через полторы поставлю сюда новое, и будет оно уже смотреться тоже намного лучше. А так оно мутное все изнутри. То, что эти окна были на разной высоте, это не единственная проблема. А вторая проблема, это то, что они все разной высоты. Самое крайнее, получается, справа от меня, оно 115 см, следующее 116 см и последнее 117 см было. Ну, 2 см, ладно, не критично. Хотя, тем не менее, несмотря на то, что я заказывал эти окна одинаковые, когда их устанавливали, перемерили и поставили не так, как мне хотелось. Но это не важно, я попробую сыграть здесь наличниками. То есть, я все боковые стойки буду делать одной высоты. И получается, что все будет зависеть от того, сколько останется самой площади сверху верхней самой планки оконной под наличником. Но это должно визуально, в принципе, не очень выделяться. Немножко отвлечемся от стройки. У нас стояла с весны жуткая засуха и наше картофельное поле, которое у нас находится очень далеко, и шланги сюда не дотянуться, и чтобы сохранять воду, мы решили его не обкашивать. Но настало время ее окучить, всю эту картошку. Ее, кстати, еще дополнительно там прибило морозом. Был мороз минус 6 вдруг посреди июня, и ее поприбивало. В общем, я сейчас занимаюсь тем, что моим аккумуляторным триммером все это обкашиваю. Я, кстати, всем советую для триммеров, особенно аккумуляторных или маломощных, использовать диск для травы не заводской, а надевать диск от циркулярной пилы. Там специальное проставочное колечко можно использовать, и это очень даже облегчает труд. Косится все запросто и легко. И да, сразу давайте отвечу на вопрос, почему же я не использую мотоблок, чтобы окучивать картошку. Честно говорю, окучивать картошку – это мое настолько нелюбимое занятие. Я просто его не перевариваю, но выхода нет, это надо делать. И для того, чтобы окучить это поле мотоблоком, мне надо снять с него почву фрезу, надеть плуги, настроить их, залить туда соляры, ездить. Быстрее за пару часов это все сделать тяпкой и забыть про нее уже до осени. Теперь давайте расскажу о моем новом приобретении. Это мойка высокого давления. На самом деле я мечтал о ней почти с первого дня, с первого момента переезда в деревню. Но я такой человек, что я приобретаю технику только под какие-то задачи. И вот я ждал, пока у меня созреют наконец какие-нибудь шабашки, где она мне пригодится. И слава богу, они наконец-то созрели. Меня попросили отмыть целую гору старого бушного кирпича. В прошлом году этот кирпич будет использоваться для того, чтобы мастить им дорожки. И его там просто колоссальное количество, почти 2000 штук, и весь он в глиняном растворе. Что, кстати, удобно, в том числе и для складывания печей можно будет отмывать. И плюс там же попросили попробовать, не знаю, как это получится, но я на ютубе, так скажем, изучил вопрос. Тоже возможно попробовать отмыть старую крышу на бане, шиферную. Она немножко побралась мхом, но я думаю, что с мойкой высокого давления сделать это тоже будет возможно. Ну и, конечно, в качестве бонуса остается то, что мойка послужит еще и мне. Потому что у меня большие планы на ремонт машины в этом году, а без мойки делать там абсолютно нечего. Надо качественно все отмывать, вымывать, потому что если ты это не делаешь, ближайшая мойка у меня находится в 80 километрах, и как только я приезжаю домой, уже все грязно. И не видно, где красить, а тряпкой это все отмыть тоже не представляется возможным. И плюс, особенно машина часто любит ломаться в момент, когда на улице непогода, дожди, слякать грязь или я съезжу на пасеку через лужи, и ходовка особенно ломается, и все это льется на лицо. Поэтому с мойкой, конечно, это все будет намного делаться комфортней. Мойка у меня Ресанта, самая мощная из линейки. Я исходил из того, что это должна быть рабочая лошадка, и послужить мне так же, как мой сварочный аппарат, который я таскаю абсолютно везде, эту мойку я тоже буду постоянно возить с собой. И поэтому она должна выполнять функцию именно незаменимого помощника, а не то, чтобы она стояла, и я на нее любовался и смотрел. Ну что ж, машину уже не знала мытья где-то месяца два. Наконец-то мне удалось прогнать эту заскорузлую грязь с нее и смыть этих залипших мух на лобовом стекле, потому что это, сами знаете, задача непростая, особенно когда они два месяца там сохли. Но если очень сильно захотеть и посильнее надавить в одну точку, то мухи тоже отваливаются. К сожалению, у использования мойки есть и негативные аспекты. Сразу становятся видны все эти жучки и паучки на лакокрасочном покрытии, все эти ржавые пятна, что, конечно, производит удручающее впечатление. Но машина старая, и все-таки, как я уже говорил, в этом году я планирую все это лакокрасочное покрытие кое покрасить. Понятное дело, не перекрасить полностью, но избавиться от всех жучков и коррозии. Ну что, первый запуск прошел успешно. Давайте немножко расскажу о технических характеристиках. Как я уже говорил, приоритетным при выборе мойки было давление для меня, потому что здесь рабочая 14,5, а максимальная аж 22. Электрическая мощность заявлена 2600. К сожалению, проверить я ее не могу, только лишь на основании эмпирических наблюдений. Она просаживает, конечно, сеть здорово. Поэтому можно верить, что там есть больше 2 кВт мощности. В связи с этим, мощность большая, поскольку у мойки, то это налагает некоторые ограничения на длину и качество удлинителя, который вы будете использовать. Обязательно нужно использовать удлинитель не менее сечением 2,5 квадратных миллиметра, ну и не больше 50 метров. Потому что с 50 метрами у меня уже при слабом напряжении дома, если там запустить стиральную машину или микроволновку, не хватает. Поэтому дома я все отключал, и через 50 метров удлинитель тогда работает. Поэтому к качеству напряжения лучше предъявлять особые требования и не делать слишком длинную длиниль, потому что иначе работать не будет, и вы максимального результата не добьетесь. Рабочий расход воды здесь 450 литров в час. Можно подключать напрямую шланг к специальному быстросъему, либо можно самотеком использовать с бочки. Но при использовании с бочки обязательно надо использовать фильтр, потому что любая грязь, она может быстро вывести из строя эту мойку. Или засорить выходной жиклер, что тоже крайне нежелательно. Жиклёра здесь в комплекте два. Один на угол 25 градусов, один на угол 0 градусов. Вот этот дает, получается, струю широкую, удобно мыть большие площади. Второй жиклер с нулями градусами дает очень высокое давление, но в одну точку приложенное. Вся оснастка, которая идет в комплекте, крепится непосредственно на корпус мойки, что очень удобно. Для жиклёра здесь есть сзади отдельное отверстие. Плюс также можно использовать и прибор для шампуня моющего. У меня шампуня не было, поэтому сегодня тестировали без шампуня. Потом, может, куплю. Но на самом деле без шампуня бесполезно мыть машину. Все равно после высыхания, если не использовать шампунь, капельки, которые, если их не вытереть тряпкой, то они оставляют следы. Поэтому, конечно, шампунь желательно использовать, чтобы потом ее всю не вытирать. Для удобства перемещения предусмотрена телескопическая ручка. Колеса довольно большие, поэтому даже по неровным поверхностям довольно хорошо едет. По сути, мойка очень тяжелая и таскать ее крайне некомфортно, поэтому лучше ее все-таки катить. Длина шланга высокого давления здесь очень комфортная. 8 метров хватает, чтобы по кругу обойти машину и при этом мойку со своего места сдвигать не нужно. Дальше будем смотреть уже, как она покажет себя в течение сезона, потому что работы для нее очень много. Пока меня все устраивает и все в порядке. Теперь давайте вернемся к строительству. На свалке я набрал досок для того, чтобы строить строительные леса. Это, на самом деле, первая партия досок. Это я прошертил одну из свалок. Там мне удалось немножко собрать. В основном, конечно, уже остались одни гнилушки. Но кое-что из них получилось выбрать. Конструкция лесов у меня самая-самая простая. Кресты и между ними доски. Ничего сложного, никаких мудреных. Главное, чтобы это все стояло. И я с этого потом не свалился. Потому что строить планирую в два яруса. Два этажа, получается, по метр 80. Даже чуть побольше, по метр 90. Чтобы можно было спокойно как проходить снизу, так и на среднем ярусе, так и работать на самом верху. Этого высоты мне впоследствии хватило. Фактически хватило. Чуть-чуть пришлось до конька доставать с маленькой лестницы. Но буквально 20 сантиметров мне не хватало, чтобы доставать до конька. Также первый ярус посмотрел. Испробовал. Но некомфортно работать с одним ярусом. Думал все-таки, как бы мне оставить это все с одним ярусом. Может быть, лестницу представлять. Но нет. Все-таки решил, что сделаю две. У меня доски, а единственные доски, это стоевые хорошие. Эти доски я потом разберу и буду использовать на то, для чего они были куплены. Это делать обрешетку под фанеру, укладку в нашей второй пристройке, которая осталась как раз. У меня здесь ровно столько досок, сколько мне нужно, чтобы это все сделать. Но я их не особо сильно испортил. Потому что они в любом случае будут закрыты. И дырки, которые в них остались от гвоздей и саморезов, никакой решающей роли не сыграют. Вторая ходка на свалку, она была несколько более удачной. Нашел кучу целых досок. Впоследствии я все эти доски, после того, как это разберу, также перепилю на дрова. Двойная польза. Я сейчас не потратил вообще ни рубля на то, чтобы сделать эти строительные леса. Получил тот результат, который планировал. И плюс еще в качестве побочного результата у меня будут немножечко дров. Ну, если все это распилить, на неделю топить в несильный мороз вполне себе хватит. Ну и теперь уже с двумя ярусами строительных лесов спокойно можно доразбирать оставшуюся часть досок на фронтоне. Опять же здесь проблема в том, что куча этой драмки на крыше. И пила тупится фактически моментально. Обязательно в какой-нибудь маленький гвоздик ты перепилишь. А то и не один, а может быть и не один десяток. Вот и все. Подготовил, получается, я фасад для того, чтобы нашивать на него обрешетку. Единственное, что выяснилось, одна небольшая проблемка. Расстояние очень большое будет от стен. Особенно здесь внутри. Потому что вагонка здесь утоплена в глубину. И придется сантиметров 30 каким-то образом чопиков или чего-либо придумывать. В общем, надо будет с этим разобраться. Я, конечно, нитки натяну. Посмотрю, сколько там чего надо будет. И в ближайшее время уже начну, получается, пришивать сайдинг к фасаду. Так, если честно, тут немножко страшновато. Особенно, когда ветер дует. Но вроде как надежно. Я, конечно, с той стороны еще прибился гвоздями прям к крыше. Потому что там есть такая возможность. А с этой стороны оно все в свободном таком полете находится. Но вроде как я пробовал уже своим весом не раскачать никак. Поэтому, если все делать аккуратно, то дошью. Потом зашью и, как это их называют, фронтоны подошью все. И уже сразу же разберу эти леса. Потому что такая тут страшилища огромная стоит. В общем, ладно. Это все в других роликах. Так что пока что. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok